В этом видео вы узнаете 12 эффективных психологических уловок, которые реально работают. Вы сможете применить их в жизни прямо после того, как закончите смотреть это видео. Номер 1. Начнем с простого и короткого трюка. Попробуйте подойти к кому-нибудь из своих друзей во время того, как он или она разговаривает по телефону. Если в этот момент в руках у друга что-то есть, просто возьмите это и потяните на себя. С вероятностью в 90% человек отдаст вам этот предмет и, возможно, потом даже не вспомнит, что отдал. Как известно, наш мозг плохо справляется с многозадачностью, и когда мы очень заняты одной задачей, например, разговором по телефону, то можем почти не контролировать, что происходит вокруг. Именно поэтому не стоит разговаривать по телефону за рулем или в других ситуациях, где требуется полная концентрация. Номер 2. Как распознать слежку. Бывают ситуации, когда вы уверены, что кто-то из людей, которые находятся сзади, следит за вами. Это может произойти в общественном транспорте, кафе или на уроке. Если вы обернетесь, то человек, конечно же, сделает вид, что не следил за вами и будет смотреть в другую сторону. Существует маленький трюк, который поможет вам точно убедиться, кто за вами наблюдал. Просто зевните. Зевание заразно. Когда мы смотрим на зевающего человека, то очень часто начинаем зевать сами. Так устроен мозг. Обернитесь через несколько секунд после того, как зевнули, и человек, следивший за вами, будет зевать в этот момент. Так вы распознаете слежку. Номер 3. Чаще показывайте ладони. Если во время публичного выступления вы хотите быстрее завоевать доверие аудитории, используйте ладони. Жестикулируя, делайте так, чтобы человек чаще видел ваши ладони. Этот трюк кажется странным, но он действительно работает. Скорее всего, это связано с нашими предками, которые жили сотни и тысячи лет назад. Времена тогда были намного более опасные, чем сегодня, и пустые ладони означали, что человек не держит в них никакого оружия и не собирается нанести вред. С тех пор многое изменилось, но мы по-прежнему испытываем больше доверия к человеку, если видим его ладони. Номер 4. Если у вас есть проблема с запоминанием имен, это может приносить множество неудобств. Особенно в делах. Люди не очень любят, когда их переспрашивают о том, как их зовут. Но что делать, чтобы лучше запоминать имена? Есть простой, но эффективный лайфхак. Если человек представился в разговоре, используйте его имя несколько раз, когда общаетесь. Просто начинайте вопрос или предложение с имени собеседника, так вы почти наверняка запомните имя человека и избежите неприятных ситуаций при встрече с ним вновь. Номер 5. Используйте молчание. Когда вы находитесь с кем-то в одном небольшом пространстве, то молчание обычно вызывает ощущение крайнего дискомфорта. Вы можете использовать это в свою пользу, чтобы добиться от человека правду. Когда вы задали вопрос и хотите услышать на него честный ответ, то просто сохраняйте молчание после того, как собеседник вам ответил. Это создаст напряжение у собеседника, если он соврал. Он подумает, что вы на самом деле знаете правду и ждете от него честного ответа. Так вы сможете убедиться, что услышали честный ответ на свой вопрос. В дополнение к этому можете смотреть человеку не в глаза, а на лоб. Большинство собеседников в этот момент будет чувствовать себя некомфортно и захотят быстрее закончить разговор, а для этого они сразу скажут правду. Номер 6. Не бойтесь делать паузы. Наверняка вы часто слышали, как кто-то начинает заполнять паузы в своей речи словами-паразитами или звуками вроде «ммм», «ээ» и так далее. Дайте угадаю, вы и сами так делаете, когда обдумываете, что сказать дальше. Во-первых, это демонстрирует недостаток словарного запаса. Но самое главное, это показывает неуверенность человека в том, что он говорит. И ваш собеседник начинает меньше верить вашим словам или не так внимательно слушает. И это особенно важно, если речь идет о выступлении перед большим количеством людей или просто об очень важном разговоре. Вместо того, чтобы заполнять речь неуместными звуками, просто делайте паузы. Большинство людей это, конечно же, пугает. Мы все испытываем некомфортное чувство, когда во время разговора вдруг наступает молчание. Но не стоит переживать по этому поводу. Когда вы будете делать небольшие паузы между предложениями, это лишь подогреет интерес к тому, что вы скажете дальше. И в глазах людей вы будете выглядеть намного более уверенно. Номер 7. Не переходите на личности. Звучит как совет от капитана очевидность, но на самом деле многие им пренебрегают. Представьте ситуацию. Вы обсуждаете какую-то идею в кругу людей. Это может быть совещание на работе или встреча друзей. В какой-то момент вы вступаете в спор с одним из собеседников. Аргументы заканчиваются, и вы переходите на личность. Например, говорите, что у человека меньше опыта, чем у вас, или у него всегда плохие идеи, или что вы лучше знаете тему. В этот момент вам кажется, что это отличный аргумент, и вы осадили собеседника. Но на самом деле все присутствующие вокруг начинают воспринимать негативно именно вас. Ваша ошибка была в том, что вы стали критиковать человека, вместо того, чтобы критиковать его идею. Переход на личности всегда ставит обвиняющего в слабую позицию. Всегда критикуйте конкретное предложение собеседника, и следующим шагом предлагайте свое решение. Так вы всегда будете выглядеть уверенно и вызывать уважение у окружающих. Номер 8. Признавайте свои страхи и ошибки. Большинство людей нервничают, когда им нужно выступать на публике или встречаться с незнакомцами. Это естественно. В основном волнение происходит из-за того, что мы боимся сделать что-то не так, сказать глупость, показаться смешными и так далее. Мы хотим выглядеть идеально. В этом и кроется главная ошибка. Не стоит бояться признавать собственные ошибки и страхи. Никто не идеален, и мы все это знаем. Мужчина, признающийся, что он боится пауков и способный посмеяться над этим, всегда будет выглядеть уверенным и сильным в глазах окружающих. Номер 9. Комплимент вместо спора. Если человек подходит к вам и начинает агрессивно себя вести, то естественная реакция – начать ему отвечать. Но ни к чему, кроме как к ухудшению ситуации, это не приведет. Чтобы быстро погасить конфликт, сделайте человеку комплимент. Да, это не просто, когда ваш собеседник начал с агрессии, но стоит попытаться. Комплимент сразу же собьет его с толку, и вы сможете взять ситуацию в свои руки, и тогда в сильной позиции будете находиться именно вы. Номер 10. Если кто-то пытается перебить вас во время того, как вы говорите, да еще и делает это повышая голос, продолжайте говорить. Но ни в коем случае не повышайте уровень вашего голоса. Да, это выглядит не очень умно, но на самом деле эффективно действует. Ваш собеседник рано или поздно устанет вас перебивать, и вы выйдете победителем из этой ситуации. Номер 11. Если вы чувствуете себя нервно и не можете успокоиться, поешьте. Это простой, но эффективный способ прийти в себя. Когда человек жует, то мозг отвлекается. Именно поэтому не стоит пытаться усваивать важную информацию и при этом есть. Мозгу сложно делать и то и другое одновременно, так что во время еды лучше расслабиться. Номер 12. Если вы оказались наедине с незнакомым человеком и в комнате наступила тишина, попробуйте спросить его о чем-то, связанном с его жизнью. Мы все обожаем рассказывать о себе. Собеседник начнет говорить, и таким образом вам легче будет наладить контакт и прервать то самое некомфортное молчание. Не забудьте написать в комментариях, какой из трюков понравился вам больше всего. Также подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео. И конечно же оставляйте свои комментарии под этим роликом.